Друзья, доброго времени суток! Добро пожаловать на канал Завода. Меня зовут Дима и мы продолжаем прохождение игры Cyberpunk 2077. Так, мы продолжаем двигаться дальше по сюжетной линии и у нас следующая миссия это добраться до посмерти. И там, скорее всего, мы будем обговаривать уже план действий по вызволению чипа дальше со всеми членами команды. Но, но, пока давайте сходим немножко по другим миссиям. Например, начнем вот с цифрового бонуса. Это нам нужно забрать у Netrunner скрипт-запрос, у Тибага. Тибаг – это наш Netrunner. Так, ехать до него недалеко, а может и ехать совсем не нужно. Так, да, есть быстроперемещение в эту сторону. Сейчас быстро переместимся. Графику я чуть-чуть настроил, я уменьшил масштабирование. Картинка стала намного лучше, FPS стал намного стабильнее. Мне так нравится. Надеюсь, она будет не очень сильная мыльная. Ну, как бы у меня видеокарта не самая топовая, это всего лишь 16.60. Но, тем не менее, практически на минимальных настройках все отлично тянет. Так, Тибаг. Тибаг у нас вот там вот сидит наверху. А нам показывают... А, это вниз надо идти. Так, кто это? Похоже, мы нашли последнего честного копа в этом городе. Ее зовут Анна Хэмил. Она расследует что-то такое, из-за чего ее хочет убрать целая куча народа. И ей лучше закрыть дело, если ты меня понимаешь. Звучит, наверное, так себе. Но кому-то же надо выполнять этот задание, верно? Может, ты как-нибудь на нее повлияешь? Я не знаю. В любом случае, инфа в письме. Так, это новое доп-задание. Так, у нас есть новый демон. А запрос скрипт. Запрос. Обнаруживает врагов и устройств, которые подключены к локальной сети. Так, ладненько. Пробовать мы будем потом. Сейчас, пока не до этого. Так, установил скрипт запрос в снаряжении. Так, а как мне вот эту вот подсказку убрать, блять? Так, ладно. Персонаж. Снаряжение. Вот сюда вот. И вот этот мы оставим. Все. Убралось. Так, а это замыкание. Это перегрузка оптики. Ладно, оставим, потом попробуем, что это вообще такое. Хотя я не планирую вообще заниматься. Так, вот. Где он запрос? Вот он запрос. Используем. Вот так он у нас показывает точки доступа. То есть сейчас, получается, мы взломаем. А, чё такое? Чё за подстава, блять? Пока 55 нету. Вот. Всё, справились. Есть что-то крутое на продажу. Немножко халявы нам подкинули. Так, дальше задание я хотел сходить. Добро вознаграждается. Подождать, пока снимут отцепление. Так, это не надо. Каждому свой лексингтон. Собрать заказанный пистолет у Уилсона. Вот это интересно. У нас будет новый пистолет. Попробуем. Так, а нам нужно... Ох, далеко 750 метров. Это нам домой надо. Ага. Ну, у нас есть точка перемещения. Точка перемещения решает. Так, а где звук? Нормально. Ну, игра настолько сырая, что ещё даже нету. Нету. Ещё пропадает звук. Так, по-моему, где-то вот через дорогу она была. Где она? Угу. Ну, где-то здесь. А, вот вниз надо. Блин, ну, миникарта очень плохая. Вот максимально плохая. Вообще ничего не понятно. Она не увеличивается, не уменьшается. Так. Нам вот сюда поближе надо. Быстро сейчас пройдёмся по заданиям. Заберём ништяки. Это там нам пистолет сейчас должны дать. Надеюсь, он будет классно. Лучше, чем тот, который у меня. И, кстати, я... Прокачиваю персонажа через инженерное дело. Получается, я буду сдавать оружие. Чинить оружие, если здесь нужна починка. Так, куда мы идём? А, ну, мы идём в сторону дома, получается. Не, ну, просадки по FPS бывает появляются, но незначительные. О, тут даже вызывать не надо. Так, нам надо на второй или куда? Услуги, я думаю, скорее всего, туда. Пока весёлые новости посмотрим. Интересно, сколько же реклама будет стоить? Или, точнее, сколько бы она стоила? Реальная реклама на вот этих вот роликах в игре, в лифтах, там, либо ещё где-то. Я думаю, очень большие деньги. Так. Ладно, показывай, что у тебя есть. Ммм, всегда рад. Так. И у нас должен быть пистолет. Вот он. 180 единиц урона. Чё-то такое себе на самом деле. Физический коэффициент урона. Значит, увеличивает урон от попадания в голову на 50%. И значительно ускоряет перезарядку. Ага, необычная культовая. Блин. Ну, типа... Типа способности классные здесь? А. А как это понять? 15-19, 31-38. Скорострельность здесь намного выше. Вот, ДПС 69 и 96. Здесь мне нравятся способности. Так, это рикошетные снаряды здесь есть. А здесь... Вот, увеличивает урон от попадания в голову на 50%. И значительно ускоряет перезарядку. Если я собираюсь играть с пистолетом и глушителем... Я думаю, это топ, скорее всего. Тем более, смотрите, какой он красивый. Мне нравится. Так, а у нас есть что-нибудь на него поставить еще? Так, прицелов у нас больше ничего нет. Так, а если... Создание, улучшение. Можем его улучшить? Да, можем улучшить его. Ну, а на мне этот. Так, выпускает снаряды и тот, и тот. Значит, я это не могу считать как способность какую-то. Вот этот пистолет намного лучше мне. Намного лучше, больше нравится. Но у этого одиночный именно выстрел, 31-38 урона. А здесь 16-20. Но у этого скорострельность больше. В общем, сейчас побегаем и с тем, и с тем. Попробуем как че. Так, все, теперь, я думаю, пора добираться до посмертия. Здесь снимут отцепление ждать. Это у нас бокс. Это с процентами надо бабки вернуть. А денег у нас нет. А сколько денег надо? Нисколько, ничего не пишет. Ладно, пойдем. Добывать пропуск в высшую лигу. Так, нам надо вниз. Выход. Это 54-й канал. Новости. Местных новостей. Кровопролитие в пустошах до сих пор продолжается. Перестрелки произошли на трассах 1-й, 166-й и 101-й. Свидетели считают причиной межклановые конфеты. Число нападений на непричастных к столкновениям людей не увеличилось. Тем не менее, в целях безопасности, полиция решила повысить уровень угрозы в регионе до 2-го. Старайтесь избегать второстепенных дорог. Мы будем дальше ждать вас в курсе развития ситуации. Да, спасибо. Так, быстрое перемещение. Где оно? У тебя 225 метров, не так уж и далеко. Ну да, добежим пешком, посмотрим на город. Блин, но FPS все равно в больших скоплениях пропадает. Так, полицейские меня не трогайте. Так, 100-метровочка. Секаем. По гамбургеру продавить. Кофе. Кстати, кофе у меня что-то, кофе стоит. Ой, хорошо-то, как люблю кофе. Обожаю. Так, вот оно по смерти. Привет, дружбан. Эрманьяна, что делаешь? Что нового у сеньоры Уэллса? Да ничего. Беспокоится за меня. С утра до ночи. Она все время проверяет, не лежу ли я где-нибудь в отстойнике. Как большинство Уэллсов. Это уже начинает утомлять. Чем больше я и говорю, что все окей, тем больше чувствую, что вру. Но, завтра это закончится. Нас ждет по смерти. Да. По смерти знают далеко за пределами города. Серьезно? Тут кочевые кланы получали одни из самых крупных заказов. Ну, еще бы. Это же лучшее место, чтобы искать работу. Готов пить шампанское? Пошли. Готов, готов. Что ж тут за по смерти это такое? Насколько я понял, это место для наемников, где можно задания всякие брать. Ух ты. Это что, блядь, было? Это когда-то был морг. Прикинь. Да что ты. А ну, давайте повторим. Оба-на, это что такое? Ладно, до скорого. Танцы Анил, история нашей борьбы, ладно. Оба-на, здоровая охранник. Да, братан, видно по челюсти ты много получал. И в нос, да? Раз ты их усилил, и бать. Сердце Найт-Сити бьется прямо в этих стенах. Слышишь? Ты представляешь? Надеюсь, я сейчас подойду. Сьюзан Форест. Бо-бо. Может, даже Морган Блэкхенд. Все, наша очередь. Эй, видишь эту бабулю? Это бестия. Лучший фиксер в Найт-Сити. А разве не Декс лучший? Бестия раздавала заказы, когда Декс еще пешком под стол ходил. Это ее глупо. Что будете? Так, что будем? Давай за меня выбирай. Две текилы олдфэшн с каплей сервеса и чили. То есть, два Джонни и Сильверхэнда. Точно, Чика. Кое-кто сделал всю домашку. А мою сожрала собака. У нас традиция. Называем напитки в честь завсегдат. Интересно, что нужно сделать, чтобы в твою честь назвали коктейль? Отдать концы. Так, чтобы весь город о тебе говорил. Желательно назадать. Хераси, какая красивая традиция. Короче, они предлагают сдохнуть, а потом назовут через тебя какой-нибудь бухлишко. Ну, блядь, такое себе. Высоковатая цена за коктейль. Все равно же придется помирать. Так тебя хотя бы запомнят. За Найт Сити. Из-за посмертия. Кстати, меня зовут Джеки Уэллс. Хочешь свой рецепт продиктую? Давай. 100 граммов водки со льдом, сок лайма, имбирное пиво и главное... Капельку любви. Ха-ха-ха. Окей, я запомню. Так, стоп. Меня вот этот текст, который посередине экрана, ужасно напрягает. Ну, это очередной баг в игре. Выполняем его за час. Не знаю, как отключить ее. Мистер Дэшон вас ждет. Откуда ты знаешь? Это часть моей работы? Думаешь, откуда появляется репутация у наемников? Если о тебе не сплетничать, тебя никто не знает. Так, ну ясненько, нам пора. Та Дэшона. Черт. Идемте. Да идем, идем. Че тут стоишь. Ага. Блядь, не угадал. Куда, ну? Вот. Ух ты, что это за мечтечка. Счастливо. Так, ладно, заходи. Первая встреча в реале. А что с болтом? Ну-ка, давай заценим. Так, вот он же. У меня в кармане лежит. Железяка двадцатикилограммовая. Ну-ка. Чувствуйте себя как дома. Хорошая комнатка. Звукоизолированная. Джеки. Нет-нет, мистер Уэллс прав. Мы будем обсуждать деликатные темы. Но если вы не против, я сначала задам один вопрос мистеру Ви. Как твоя встреча с Эвелин Паркером? Хорошо, я бы сказал. Погулял по компеке Плаза, по местам, которые она засняла на брейнданс. Да, Бак ввела меня в курс дела. Значит, ты знаешь, кто наша цель. Главный наследник императора. Юрино Буарасака. Да, парень с фамилией на миллионы и без возможности ими владеть. Близкий друг Эвелин Паркер. Так вы просто познакомились или было что-то еще? Так, ну я не буду ее сдавать, потому что я не хочу делиться бабками. Алло, алло, да. И ты мне не нравишься просто. Внешний вид у тебя какой-то ебищный. Ты слишком... Слишком важный, что ли? Слишком в золоте. Не. Я понял, ей хотелось на меня посмотреть. Хотелось на тебя посмотреть, говоришь? Может, перейдем к делу? Ты придумал план, Декс? Да. Ладно, давай посмотрим. Мы с Дексом уже подготовили всю операцию. Сложность будет ниже некуда. Неважно, мне нужны подробности. Деломейн высаживает вас у главного входа в компеке Плаза. Входите по фальшивым удостоверениям. Баг помогает вам взломать внутреннюю сеть отеля. Вернее, я и Болт. И, наконец, вы проникаете в пентхаус Хиринобу и забираете биочип. И все это по-тихому. С минимальными жертвами. А лучше вообще без них. Тибак будет на связи на всякий случай. А теперь ваши вопросы. Что за Деломейн? Мы едем Деломейном? Это же лучшая такси в Найт-Сити. На Даман. Дэшон всегда работает только с лучшими. Деломейн никогда не подводит. Кому нужны мерзкие таксисты, если безупречный эскин может с комфортом довезти тебя из пункта А в пункт Б? И кто б знал, как он каждый год обновляет лицензию? Если все пойдет по плану, Деломейн привезет вас сюда. Если возникнут проблемы, он поедет на явку. Это куда? В мотель-ноутел. Тихое место, вопросов не задают. Там придумаем новый план. Но я уверен, что это не понадобится. Еще вопросы? Так, ну все. Вопросов больше нет. Как мы вводим, рассказали в пентхаус. Какое у нас прикрытие, тоже сказали. Вперед, не стесняйся. Я узнал все, что хотел. Вот и славно. У меня вопрос. Когда обсудим то, ради чего мы это затеяли? С новичками я не торгуюсь. Ставка всегда одна. 30 процентов. Чего? Сколько? Так, я оцениваю ваш вклад. У каждого в этом спектакле своя роль и свои риски. Да ну, Декс. Как-то маловато. Эй, погоди-ка, друг. А кто достал болта? Кто вытащил инфу из брейнданса? Мы лезем в отель, где на каждом углу люди Аросаки. Ради какой-то пластмасски у сына их главного. Мы работаем. А кто дает вам надежный план? Транспорт, нетраннера и информационный? Транспорт, нетраннера и информация. Хотите дальше торговаться? Чё-то хуня, конечно нам больше надо. С жопой мы рискуем, а не ты. Джек прав, Декс. Мы заслуживаем намного больше, чем 30 процентов. Ладно, 35 и не процентом больше. Договорились. Конфликт исчерпан. Давно со мной никто не торговался. Это даже забавно. И последнее. В компейке нельзя проносить оружие. Вас не пустят через рамки. Чего? Столы придется оставить в тачке, а болт упаковать в чемодан. Я достала вам нормальный шмот. Переоденьтесь. Чидо! Спасибо. Так мне... Не торопить события, но... Когда ж до тени? Все зависит от мисс Паркер. Но думаю, через неделю. Максимум две. А нам что делать эти две недели? Питаться воздухом? Сидеть тихо и не высовываться. Аросака будет на страже. Один чувак сказал, что жизнь есть пир. Глупо уходить голодным, но глупо и нажраться. Карета ждет снаружи. Я тоже сваливаю. Надо подготовиться, пока есть время до операции. Если остались вопросы, задавайте сейчас. Так, вопросов нет. Поехали. Ну, за работу. Let's go. Ну так что, ты готов ехать? Так, готов ли я ехать? Вообще, по идее... Так, давайте... Пока нет. Мне надо еще кое с чем разобраться. Син проблемас. Встретимся у Деламейна. Окей, я хотел проверить, что у нас по патронам. Что у нас по... Только переоденься. Так, ладно. А где одежда-то? Так, это Деламейн транспортной услуги. Это щепки эти. Блядь, до сих пор эта надпись висит. Так. Мне надо... Мне надо посмотреть, что у меня есть по снаряжению. Так, броня, здоровье создать. А, нет. Персонаж. Движение. Рюкзак. Так, куртки. Все у нас одето. Все у нас на месте. Два пистолетика есть. Гранатки. Гранатки, ну, я думаю, в достаточном количестве. Потому что у меня такое чувство, что тихо я там точно не пройду. Так, создание. А чего? Давайте... Для винтовок. Для винтовок. Для снайперских винтовок. Для пистолета. Для дробейка. Блин. Я просто ванга. Так, ладно. У нас все вроде есть. Аптечек, я думаю, хватит. Типа нормальный способ заработать побольше. Что, что так матюкаетесь-то? Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, я думаю, можно ехать. Давай, Джеки, вперед, быстрее. Что за прикид классный, а? Сыровый охранник. Тебя сейчас зажмет, алло. Ну, давай, я постою, посмотрю. Блин, не отходит, отходит. Ой-ой-ой. Я наблюдаю за тобой. Так, я не понял, это что такое? Блядь. Это наш кейс, блядь. С болтом. Ты что его бросил, блядь? Вот он, у него в руке оказался. Так, а вот он, такси, да? Так, надеть костюм Милитеха, снаряжение. Костюм. Милитех. Теперь мы сосочные. Красивые, нарядные. Глазки красные, закачаешься. Так, все, садимся. Поехали, поехали, быстрей. Оба-на, ты кто? А где водитель? Вас приветствует сервис Деламейн. Оставьте все проблемы за дверью нашего такси. Ёб твою мать. Очень на это надеюсь, Чумба. Не вижу повода употреблять ненормативную лексику. Да? А помнишь, как я хотел тебя нанять на мальчишник моего двоюродного брата? К сожалению, мы не принимаем такие заказы. Я три месяца бабки собирал. Ладно, проехали. Заводи мотор, Делл. Перед началом поездки необходима идентификация личности пассажиров. Пожалуйста, подключитесь через личный порт. Спасибо. Активирован пакет Эксельсиор. Эксельсиор? Ха-ха-ха, дело набирает обороты. Че это значит-то? Отчего ты так возбудился? Сейчас покажу. Смотри. Делламейн, давай боевой режим. Прошу прощения, но в данный момент вашей жизни ничто не угрожает? Ха. Ладно. Но вообще он, хотя армию Арасаки может выкосить, если понадобится. А что еще включает Эксельсиор? Полное медицинское страхование. В том числе покрытие расходов на похороны в случае смерти пассажира в салоне. Блин. Че ты каркаешься раньше времени? Боевой режим вообще разрешен? Разумеется. Во второй поправке к институции. Во время поездки вы вправе пользоваться мной, в том числе, как оружием. Вот это поворот. Короче, это бронесупер-пупер автомобиль. И это такси. Это просто такси. И управляет, насколько я понимаю, всем этим просто какой-то... И искусственный интеллект получается. Он просто программа. Экс прямо расщедрился. Ну, по крайней мере, мы знаем, на что пошли его 65%. Эксельсиор. Вот теперь я чувствую, что въезжаю в высшую лигу. Это для тебя правда настолько важно? Что? Как-то дешево Декстер тебе купил. За шмотки и лимузин. Не знаю, Джек. Мне кажется, ты начинаешь терять свою стальную хватку. А мне кажется, что тебе внезапно захотелось до меня доебаться. Просто перестань фантазировать и сосредоточься. Нам еще работать. Да я никогда в жизни не был таким сосредоточенным, блядь. Я скажу, почему я так себя веду. Вся моя ебаная жизнь прошла на дне, Ви. И я туда не вернусь. Так, Тебак. Привет, как дела? Ведем дружеские беседы. Мы... мы уже скоро будем в отеле. Я установила прямое соединение, чтобы везти вас через компеки. Ви позвонит Джеку. Проверим синхронизацию. На всякий случай. Ну? Шум какой-то. Скажи что-нибудь, Бак. Величайшие преступления совершают стремясь к избытку, а не к предметам первой необходимости. Чего-чего? Это Аристотель. Связь, похоже, в норме. С тобой, да. С твоим греческим другом не очень. Но мысль интересная. Поразмышляй об этом. Он херни не скажет. Ты как слышишь, Ви? Слышу тебя нормально. Супер. Ну что, похоже, все работает. Сэрэммихоркиси. Я на связи. Спасибо, что выбрали сервис Деломэй. Желаю удачи. Я буду ждать вашего возвращения. Сколько ж я этого ждал. А с оружием туда нельзя. Вот это обидно. Блин, выходим. Еще звук сидения такой, как кожа. Садишься, когда такой упругий такой. И меня напрягает эта надпись. Так, я сейчас попробую перезагрузить. Итак, надпись пропала. Это радует. Ну что, идем вперед. Так, это кто? Бак, мы приехали. Еще раз. Брой на твое имя. Рамон. У вас встреча с Хаджим Атаки. Который представляет оборонный отдел. Добро пожаловать в Компаке Плаза. Как скажешь. Блин, опасно. У нас целый бот в кейсе. Нихуя себе, блядь. Мы принесли военную технику на территорию Компаке Плаза. Мы торгуем оружием. Простите? Вы Ктаки-сан? Правильно? Да-да-да, все верно. Прошу простить за недоразумение. Ага. Так, теперь я, да? Пожалуйста, дождитесь в конце сканирования. Блин, меня штыряет по-страшному. Все? Я пошел? Пожалуйста, дождитесь в конце сканирования. Прошу. Йокосо. Здравствуйте. И добро пожаловать в Компаке Плаза. Здорово. Мы хотели бы зарегистрироваться. Разумеется. Минутку. Номер забронирован на имя... Викторино. Комната с двуспальной кроватью на одну ночь, верно? Именно так. Но мы не это, мы... Мы нормальные. Это херово. Это не по плану. Быстро Ви, отвлеки ее. Не надо, не беспокойтесь. Мы немного придем в себя и сами его уведомим. Извините, Каки-сан вас ждет? Я правильно понимаю? Сеньорита, знаете, сколько нам пришлось лететь? Восемнадцать часов из Новой Барселоны. Плюс задержка у Метоки из-за того, что какой-то кибер-псих взорвал себя у терминала. Да, просто кошмар. Конечно, я понимаю. Ваш номер? Лазурь. Расположен на сорок втором этаже. О, и еще одна маленькая формальность. Активируйте чип-идентификатор. Уступаю тебе, Хьюга. Все в порядке. Желаю вам приятного пребывания в нашем отеле. Спасибо. Идем быстрее. Айдем-мазелая. Давай, до свидания. Какая еще новая Барселона? Такая. Я мастер импровизации. Ну, а что ему еще надо было сказать? Все четко, брат. Уютный отельчик. Не то, что клоповни, куда нас поселили в Цюрихе. Ты выглядишь как идиот, хватит. Что не так-то? Я играю свою роль. Ну, и какие лаги со светом. Прямо очень сильные. Ну, игра еще достаточно сырая. Видно, баги есть, они проскакивают. Ну, мне кажется, все подпилят, подкрутят. И будет четенько. И, может быть, даже графон мне можно будет повыше сделать. В будни и дни заказа столов нет. Можете выбрать любой свободный столик. Или можете сесть у стойки, если хотите. Надо будет привезти сюда месте, когда мы завершим сделку. Да-да, попозже домой. Пошли, найдем наш номер. Попозже придем сюда. Пока нету времени на посиделки, у нас тут серьезное дело. Так, где кнопка? Ну что, нормальная маскировка? Вообще четко, братан. Неплохо. Не ожидал, что скажу это. Но, по-моему, неплохо. Знаю. Под лицо все к лицу. Так, мы приехали. Мы приехали. И что тут? Как тут? А к тебе подходить уже не надо, да? Какой-то мажорик стоит в модном костюмчике. А ты сама как думаешь? Я думаю, что не брал. По крайней мере, насчет Кантау. Зая, ты же помнишь, как мы тестировали эту технику на наших? Ну что, мы пришли. Номер лазой. Мы в комнате. Мне нравится. Хороший выбор, Бак. Даже жалко, что нам сейчас уходить. Ух ты. Вот рыбка. Я не для тебя ее выбирала. Отсюда ближе к резиденту и серверам. Вот тут кондеры там стоят. Два кондера на раз, два, три, четыре, пять, шесть этажей. Простота требует большого мастерства. А это кто? Марк Аврелий? Аристотель? О нет. На сей раз это я. А где вентиляция? Запусти сканер и посмотри. Так, вентиляция нужна. Вот она. Вот она. Супер. Джеки, болт готов? Готов. О, какой он невидимый стал. Фига себе, как он умеет. Система исправна. Заряд сто процентов. Так, можно пока водички хряпнуть, да? Или что, покрепче? Мерда. Застрял, гаденыш. Будете стоять и смотреть? Теперь влючитесь на ручное управление. Ви, возьми у Джеки контрольный чип. Подключи Кироши к системе наблюдения, чтобы вести бота. Так, а что он? Пускай он сам ведет. Что я-то? А чего я? Я не хочу им управлять. В отличие от некоторых, меня Вик не патчил. Прошивка старая. Скорость дерьмо. Не ломайся, бродер. Время поджимает. Ладно, блядь. Линькей. Поехали. Переключаю тебя на вид с камеры. Если закружится голова, не пугайся. Ты? Все, картинка есть. Нельзя просто взять и выкинуть. Так, в другой шахте. Пошел таракан, лёг какой. А я думал, я прям им управлять буду такой. Вы, вы, вы. Ой, какой тут беспорядок. Там было написано для милой уборщицы. А внутри еще. Простите, что прибавил работы. Кравище было до хрена. Но он хотя бы на чай оставил. Блин. А мне Максу... Главное тебе на чай. Так, есть проблема. Что еще? У меня тут уборщица стоит. Надо ее отвлечь. Давай посмотрим, что там в сети. Сейчас Глент. Он свободен? Кто? Ну этот красивый... Так, террариум. У террариума панель управления. Вряд ли приходится. В террариуме есть контрольный. Троллер температуры и воздуха. Да, то, что надо. Высылай туда балдаш. В смысле, глобалом ходить любят. Так, Болт, давай вперед. Где-то. Даже если бы он об меня ноги вытирал. И? Ты лучше стекло нормально вытри, подруга. У тебя везде разводы. Да, пол тут грязненький конкретно. Работа у вас до хера. Эээ, Кэт? Там что-то с террариумом. Бак, сработало. Я еще не так могу. Ты знаешь, сколько эти твари стоят? Вперед. Спасибо, потом скажешь. Так, ну что, давай. Дальше. Блин, ну ты поверх мог просто пройти и все. Ты-то обходишь-то. Где ты вообще? Все зашел. Так, ну что, давай. Следующего. Можно еще приближать, отдалять колесико. Окей. Там где? Резидент сидит прямо за дверью. Пускай Болт откроет замок. Так, открыть. Где он Болт? Вот он. Что-то у него не выходит. Черт. Должен быть другой вход. Погоди. За дверью есть еще камера, но она выключена. Мне ее включить? Да, поищи где точка доступа к системе. Нашел. Так, Болт в системе. Теперь переключись на другую камеру. Так, переключился. Все по плану. Странно, что у них тут всего один раннер. Хороший Резидент заменяет 10 посредственных. Что делаем дальше? Нитрализуем его. Подключай к нему болта. Я сейчас пришлю к тебе демона. Ретро-сленг не спрашивай. А этот Резидент нас не поймает? Мы подрежем его прямо в кресле. Он даже, сука, сказать не успеет. Даже если бы ты туда на танке вкатился, он бы не заметил. Для нашего мира он мертв. Только сначала. Нужно запутать. Похоже, шахта идет через обе комнаты. Сейчас посмотрим. Теперь переключись на другую камеру. Кажется, я нашел проход. Отправь туда болта, а потом переключись на другую камеру. Так, отправляю. Болт, побежал. Где он? Вот он должен вылезти. Угу. Ви, подключай болта к креслу. Попался. Демоны, это круто. Болт остается тут? Будет смотреть за Резидентом. Хожу в основную сеть Компеки. Можешь выйти из системы. Так, все, выходим. Пора воевать. Попался, астер. Ну ты как? Ничего. Голова кружится просто. Бак, сколько у тебя это займет? Бак, ты здесь? Да, да, я здесь. Короче, слушайте, лед толще, чем я ожидала. Пробивать придется пару часов. Пару часов? А быстрее никак нельзя? Хочешь, чтобы у меня мозг расплавился? Сиди, наслаждайся своим шикарным номером. Спасибо, так и сделаю. Ви, у нас передышка. Отдохни пока. Да, без проблем, давайте. Может, даже поспать получится. Как думаешь, почему он отказался? А, кто от чего отказался? Ярино Буарасака. От хорошей жизни. Это давно было, конечно. Просто подумалось. Как вообще так? У тебя все есть. Деньги, образование. Твой папа может щелкнуть пальцами и полмира превратиться в ядерную пустыню. И ты такой типа, да ну нахер. И все это бросаешь. Чтобы собрать банду. Стальные драконы, блин. Ты посылаешь семью, одеваешься в кожу и пару лет играешь в крестного отца. Зачем? Может, он хотел бросить вызов системе? Так зачем он в нее вернулся? Ты не можешь убежать от системы, если система это твоя семья. Белая ворона все равно ворона. Ну, вроде того. Неудивительно, что этот бунтарь вернулся обратно, прижав уши и с поджатым хвостом. Хе, турист несчастный. Пойми, не черта. Он только что зашел в отель. И мы снова в игре. Сигналка в пентхаусе отключена. Перфекто. Шоу начинается. Эй, Бак. Так, ну что? Можно продолжать. Все время было на связи. Три с половиной часа.